МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Получателем от этого может стать Украина. Это имущество должно быть выставлено на продажу, и вырученные деньги от продажи этого имущества будут направлены, как я понял, на автогазу Украины. Для понимания, это своего рода расплата за похищенное в Украине. Там, где размещено имущество контрагентов, которые не выполнили свои обязательства, более того, захватили имущество нефтегаза в Крыму, накладывать аресты. Первое, прецедент, это Финляндия. А беспрецедентное это событие, потому что в случае удачного завершения данной справедливости, другие страны ЕС смогут взять подобное на вооружение и постепенно лишать Москвею недвижимости. Правда, количество похищенного в Украине за 10 лет войны столь велико, что имущества для компенсации у недофедерации вряд ли хватит. Но такое начало своеобразных репараций – это уже хороший знак. На болотах, правда, такая инициатива финнов вызвала приступ ярости и брызганье слюной. Мария Захарова заявила, что любые неправомерные решения в отношении государственной недвижимости РФ в Финляндии не останутся без ответа. Поплевалась пресс-алкаша МИДы в сторону Латвии, мол, притесняют московитов и их язык злые латыши. Нами уже заявлены по дипломатическим каналам досудебные претензии Латвии. Речь идет об откровенной дискриминации русских, героизации нацизма, имеющих системный характер, запрессе образования на русском языке и его вытеснение из всех сфер общественной жизни. Не нравится в обле такое поведение норовитых соседей. Вобла! Мол, раньше и подумать боялись, а тут резко осмелели. Уже все, уже посыпалась вся эта история, штукатурка давно слезла. Сейчас начинает проявляться истинная вот эта вот морда. Морда! И признаться, обвинения Захаровой возникли не на пустом месте. Латвийский парламент большинством голосов поддержал идею запретить русский язык в банкоматах Латвии. Естественно, ни о какой дискриминации речи не идет, но обслуживание на русском языке в Латвии можно получить далеко не везде. Я ей говорю на русском языке цифры своей посылки. И она отказывается мне отдать ее посылку, пока я не скажу цифры на латвийском языке. Понимаете? И, конечно, в эти моменты ты думаешь, блин, ну почему так? Почему вот так вот происходит? Может, например, потому, что ваш запасной президент яро ненавидит страну, в которой вы сейчас живете, и ходите по магазинам. Желавший смерти России президент, несуществующий из страны Латвии, сломал руку. Жалко, что не шею. Ждем. Как вам очередной высер медвиголика? Но виноваты все равно латыши. Это так неприятно, честно скажу. Ты думаешь, вот взяла эта девка, тебе на голову насрал. Вообще-то гадить – это удел представителей болот. Причем генетическая предрасположенность бесправных имперцев прослеживается везде. В Литву из РФ приехал транзитный поезд с надписью «Вильнюс – город России». Состав следовал по маршруту Москва-Калининград. Литовские пограничники надписи «Зов» и фразу о «Вильнюсе» на вагонах заставили стереть, после чего поезд пропустили. К слову, во время осмотра поезда литовские таможенники обнаружили в почтовом вагоне семь посылок, в которых было 22 маскировочные сети. Они направлялись в Белгородскую область. Сети были изъяты и переданы ВСУ. Стоит отметить, что политика московицкой имперскости уже перестала быть каким-то запрещенным веянием. Таким себе андеграундом, как это было, например, в 1994 году. Вот послушайте, Александр Дугин на выступлении гражданской обороны. Прислушайтесь, какой путь указали россияне имперцу после его радикальных призывов. Есть время собирать камни, а есть время бросать их в наших врагов. Сейчас время бросать камни, время разрушать. Согласитесь, направление верное. Но это было тогда, сейчас же Гелиевич в почете у Кремля. И его имперские идеи озвучиваются уже на больших сценах, а не в клубных подвалах. Русскому человеку присущее ощущение вот этой имперсности, быть имперцем. Потому что Россия – это империя, а любая империя стремится к экспансии, к расширению. И не будет нам покоя, пока Россия не установит свой протекторат над всей планетой. Где-то похожего мнения придерживается и называющая себя оппозиционеркой нынешней власти Юлия Навальная. Юлия Навальная – типичный представитель русской оппозиции. Ее цель – не ликвидировать русскую империю, а оправдать зверства русских и сохранить российское величие. Она не стремится к поражению России, а лишь к устранению Путина, чтобы самой занять трон. А из репараций для Украины у нее есть только извинения. Такую характеристику Навальной дал депутат Бундестага Родерих Кизеветтер. После ее интервью немецкому изданию, в котором неустающий от красных дорожек, блеска софитов, шикарных нарядов и постоянных разнообразных статуэток Навальная, рассказала, что Украина не имеет права на защиту. На вопрос, считает ли она поставки оружия Украине правильным решением, Навальная ответила, сложно сказать. Бомбы поражают и россиян, отметила она. Что она вообще считает российскую агрессию против Украины исключительно войной Путину, но ни в коем случае не войной российского народа. На замечание журналиста о том, что ведь это обычно российские солдаты убивают простых украинцев, Навальная сказала, люди-то, конечно, воюют, но все равно это война исключительно одного Путина. А теперь, внимание, вопрос. Слева Юлия Навальная, которая борется за хороших русских в Твиттере. Справа Виктория Гончарук, парамедикини из госпитальеров. Бросила все, чтобы бороться с орками на поле боя и спасать жизни. Угадайте, кто из них получил британскую награду «Женщина года» в номинации «За храбрость». Если бы что-то подобное разыгрывалось среди европейских мужчин-политиков, то мы бы, пожалуй, награду отдали вот этому немцу – Фридриху Мерцу. Господин канцлер, вы также лично несете ответственность за то, что Украина вынуждена воевать с Путиным с одной рукой за спиной. Господин канцлер, пришло время для нас преодолеть нашу боязнь Путина, чтобы по-настоящему положить конец зверствам в Украине. И это не простой депутат Бундестага, а самый, что ни на есть, ближайший сменщик Шольца. Мерц – фаворит на должность следующего канцлера Германии. И он открыто призывает Шольца не медлить, перестать сочувствовать и ограничивать. И действовать быстрее и решительнее. Я бы хотел вам предложить следующее. Вы должны сейчас четко и ясно сказать Путину, что мы больше не потерпим его неизбирательной бомбардировки гражданской инфраструктуры, больниц, детских садов. А если он продолжит делать это, то ограничение по дальности для украинских вооружений будет снято. И этого Тевтонца было уже не остановить. Очень жаль, что до выборов в Германии еще целый год. А если Путин не примет этого и не прекратит бомбардировку гражданского населения в Украине в течение 24 часов, то Германия должна поставить крылатые ракеты «Таурус» в Украину, чтобы уничтожить логистические пути, которые этот режим использует. Стоит отметить, что подобная риторика нынче присуща тотальному большинству немцев. До полномасштабного вторжения Путина в Украину бюргеров регулярно обвиняли в лояльном, а иногда даже дружеском отношении к Москве и их гражданам. И это неудивительно, ведь в Германии проживает более 4 миллионов русскоговорящих. Но все изменилось в 22-м году. После того, как Путин напал на Украину, их позицию уже ничем нельзя оправдать. Я не испытываю к ним ни малейшего уважения. Они сумасшедшие, потому что поддерживают войну. Судя по активности, судя по громкости голосов, конечно, количество сторонников Путина в Германии резко уменьшилось. Если раньше, даже после 2014 года, это зачастую воспринималось как мнение, то сейчас вопрос стоит о том, что почему у тебя такая политическая позиция. К сожалению, неизлечимые есть в любой нации. Вирус русского мира очень заразный. Меня зовут Катя. Я родом из Польши. Я за Россию, потому что там живет милый народ. А Путин – хороший политик. Катюша, так чего в Германии тусоваться? Давай к милашкам в Сыктывкар, Саранск или Анадырь? Хочется спросить, почему они живут здесь, в Германии, если им так сильно нравится путинская Россия? Есть, к сожалению, адепты Путина и среди украинцев. Как говорится, не так страшны московские вши, как украинские гниды. Немецкие СМИ окрестили ее фанаткой Путина. Именно она организовала первый пророссийский автопробег на Западе Германии. С тех пор Колбасникова и ее партнер Максим Шлунд были участниками и организаторами десятка подобных акций. Как выяснили журналисты, не без помощи Россотрудничества. Это Елена Колбасникова, уроженка Днепра. А до недавнего времени глава секты бункерного на севере Германии. Она являлась организатором разнообразных митингов и автопробегов. Они выступают против поставок оружия Украине, предлагают вновь запустить газопровод «Северный поток-2» и призывают к миру на условиях России. В 23-м году Колбасникова докричалась и была осуждена за пропаганду войны. Правда, тогда приговор был слишком мягок – всего 900 евро штрафа. 30 дней тюрьмы, либо я должна за каждый день 30 евро заплатить. То есть 900 евро в государственную казну за то, что с 2014 года убивают людей в Донбассе. Согласитесь, на лице написано «недалекого ума дама». И таких в этой секте большинство. Основная часть русскоязычных, потребляющих пропучинский контент – это люди, скажем так, не самого высокого, прямо скажем, образования, социально-иерархические трудовые лестницы, занимающие не лучшие, прямо скажем, позиции. И вот, наконец, эти маргиналы допрыгались. Оказывается, даже у немцев терпение не безгранично. Нам выставили запрет на въезд в Германию, а также в страны Европы на последующие 20 лет. А чего такие грустные? Ведь возвращаетесь туда, за что топили все эти годы. Хотели русский мир? Получите, распишитесь. Наши русские мусорники, они пахнут родным, понимаете? То есть, как бы вам сказать, да? Это родное, это просто свое родное. И поэтому я люблю Россию. О да, Россия вас тоже любит, но по-своему. Например, очень любит Россиюшка, когда холопы работают в 4 смены. Работаю на Пермском пороховом заводе. После взрыва в Иране мне сказали, что теперь я буду работать месяц без выходных, потому что нужно срочно помочь Ирану. А почему так? Так разве можно? Я что, раб? За детьми кто будет следить? Касательно рабов, это, видимо, риторический вопрос. Но вряд ли жители болот до сих пор не поняли, что они крепостные кремлевской моли. И бунтовать они могут исключительно на коленях. Мы отказываемся работать без выходных. Проблемы республики Иран нас не интересуют. До этого времени количество твердого топлива нам хватало сполна в борьбе с нацизмом на Украине. Но сейчас наше руководство заявляет, что мы должны работать на 4 часа дольше за смену и без выходных. Рабы восстали? Думаем, это легкое помешательство главарей бунта будет моментально подавлено. И рабы, или, как их любят называть на болотах, патриоты, пусть даже искрепя зубами, вновь встанут в стойло. И на них будут пахать столько, сколько скажет бункерный. Ведь патриот – это кто? Патриот – это кто, Миш? Это когда ты родине должен, а родина тебе ничего не должна. Это, к слову, мэр невинномыска Михаил Мининков. Согласитесь, лучшее определение российского патриота. Ты родине должен, а она тебе нет. Уже так серьезно попахивает чем-то знакомым оттуда, с востока. Россия, скорее всего, движется к обществу типа Северной Кореи. Северная Корея была построена по модели Советского Союза 30-х годов. И Россия нынешне идет к Северной Корее, у которой, как вы знаете, есть военное производство. И есть безумно нищее население, которое с трудом выживает, но бодро славит вождя. Между прочим, прославление вождя началось уже и на болотах. Нет, не бункерного. Этого там уже в ранг бога возвели. А вот оды вождю корейскому – это что-то новенькое. В Хабаровске со школьниками провели беседу о мемуарах Кимирсена. А в Подмосковье движение первых объяснило учащимся, почему мы дружим с Кореей. В Хабаровске учитель истории провел ученикам лекцию о первом томе книги первого вечного президента КНДР в «Водовороте века» и показал журнал «Корея». Учитель анонсировал обсуждение идей Чучхе и заявил, что дружба Москвы и Пхеньяна приблизит крах американского империализма. Верной дорогой идете, товарищи. Только победа над американским империализмом приведет вас в светлое будущее. Кто, как ни КНДР, укажет вам путь? Это значит, будет огромная территория с крайне бедным населением, отсталая, враждебно окружающему миру, содержащая оборуженные силы за счет обнищания населения и злобно относящаяся ко всем окружающим странам. Есть еще один вариант развития событий, к которому более склонны так называемые российские элиты. И все меня спрашивают, а зачем твои дети учат китайский? А мне кажется, ответ на это очевиден. Конечно, очевиден. Видимо, потому что если даже отпрыски Бункерного заговорили на китайском... Члены моей семьи, говорят уже, маленькие, на китайском языке, говорят свободно. То, судя по всему, назревает нехилый шухер. Слушай, что-то мне не нравится здесь не режим. Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера. Или не поэтому, а Бобросянша. В ближайшие же годы, в ближайшее же время мощнейшей экономикой мира останется Китай. Именно сейчас только Китай будет оставаться китайцы. Ах, все-таки поэтому. Потому что будущее Московии крепко зависит от Китая. С этой точки зрения не учить китайский как раз недальновидно, а учить китайский обязательно нужно. Могла бы просто сказать, что скоро Восток Недофедерации станет частью Поднебесной, и чтобы понимать будущих хозяев, нужно знать их язык. Более ста лет назад это была китайская земля. Я в России, а это Хайшэньвай. Самый крупный порт Дальнего Востока России. Второй по величине город Дальнего Востока. Раньше в Китае говорили смотаться в Айдзи, то есть именно сюда. Хайшэньвай по-русски владе восток. Смысл владеть востоком. Русские им гордятся. Ну разве не возмутительно? Но на этом страшный сон за патриотами заканчивается. Я из Курска, да. Вы откуда? Ну с Украины. Я понял, а город-то какой у вас? Белгород. А, вы из Белгорода? Очень приятно. И контрольный в голову. Турция заменяет термин «Центральная Азия» на «Туркистан». В новых учебных планах вместо термина «Центральная Азия» будет использоваться понятие «Туркистан». Этот шаг, по словам экспертов, направлен на воспитание будущих поколений чувства тюркскости, национального самосознания и патриотизма. Определенные действия в противоположную от Мордора сторону в странах Центральной Азии уже происходят. Так, например, в Узбекистане даже от представителей власти уже можно услышать огрызание Москве. Вместо того, чтобы беспокоиться о наших внутренних делах, было бы правильно, если бы они занимались собственными проблемами. Это так вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадыров отреагировал на суету МИДа РФ касательно случая с учеником и учительницей в узбекской школе, где, напомним, преподаватель приложила руку к школьнику из-за того, что он якобы потребовал от нее преподавать на русском языке. Естественно, мимо такого распропаганда не смогла пройти, обеспокоилась и Захарова. В Кремле, как она заявила, запросили официальных разъяснений узбекистанской стороны. Этот вопрос находится в поле самого пристального внимания, заявила Захарова. Ответ из Узбекистана был прост – не ваше дело. Права ребенка были нарушены в школе Республики Узбекистан по отношению к гражданину нашей страны, и меры будут приняты в соответствии с нашими законами, подчеркнул Алишер Кадыров. Не упускают имперцы возможности влезть в дела государственные еще одной страны Средней Азии – Таджикистана. И снова школа, но в этот раз книги по истории им не угодили. Почитав курс истории таджикского народа, который преподается в российско-таджикских школах, я увидел, что присоединение к Российской империи там характеризуется в терминах нашествие, оккупация, колонизация. Ну, вообще-то все таки было. Сначала нашествие, потом оккупация, затем колонизация. Но в Госдуме считают, что таджиков освободили, за что они по гроб жизни обязаны. Русские резню таджиков не устраивали, ни в царское время, значит, ни в Советском Союзе особенно. Чистейшая ложь. Не было никакого добровольного объединения, была кровавая буча, потому что иначе Мордор просто не умеет. Царская Россия не победила людей. Она захватила земли силой, оружием. Это естественно. Кто сильнее, тот и побеждает. Мы стали рабами самого отсталого народа Европы. Нам даже захватчик достался не самый достойный. Депутаты Госдумы, видимо, живут в какой-то параллельной реальности. Да что там, походу, вся Дума там находится. Вот послушайте, какие проблемы глобального масштаба пытается разрешить законодательный орган недофедерации. В Госдуме Вячеслав Володин, самый главный там в Госдуме, потому что Володин. И он там рассказал, что квадроберы представляют... Вот, сука, не был что ли, блин, зайчиком каким-нибудь или петушком там в садике? Рассказал, что квадроберы представляют серьезную угрозу для всего мира. Да-да, квадроберы оказывается серьезная угроза для человечества. Кто ты? Котик! Всем привет, я не котик. Котик, котик, дай мне в ротик. Снова не та дверь. Да что ж такое? Котик, котик, дай мне в ротик. Опять Филиппке придется на Донбасс ехать стирать свое грязное белье. Но вернемся к нашим баранам. Госдума тем временем собирается запретить играть в животных. Причем называют это деструктивной идеологией и даже штрафы за пропаганду введут. К этой схватке подключили даже Аксакалов пропаганды. Поговорим о самой страшной беде, самой страшной опасности, которой грозит Россия. Минобороны намерены принудительно отправлять квадроберов в зону спецоперации. Темные грядут времена. Скоро, видимо, запорванные джинсы на Колыму отправлять начнут. Будете у нас на Колыме? Будете у нас на Колыме, милости просим. Снова тропой Чучхе идет Россиюшка. Ведь давеча Пухляш издал очередной модный указ. В Северной Корее введут смертный указ за ношение солнцезащитных очков, джинсов и белых свадебных платьев. В общем, война с квадробингом обещает быть жесткой и на самом высоком уровне. Раскрыт план борьбы с квадроберами в России. Лису Алису и Кота Базилио могут запретить. Депутаты намерены запретить фильмы с переодетыми в животных актерами. По школам же движ уже идет полным ходом. В одной из липецких школ квадробинг сравнили с экстремизмом. А в детском саду Краснодарского края опубликовали предостережение родителям, что от квадробинга один шаг до ЛГБТ. Другой шаг к ЛГБТ, по мнению недалеких экспертов, на пропагандистских каналах – это джаз и узкие джинсы. Если ты сегодня танцуешь джаз, кстати, мне вообще кажется, что это музыка бездельников, а завтра родина продаж. Начало развала Великой Страды происходило ровно через эти явления, через джаз, через стиляк и так далее. Что такое стиляка? Что такое узкие джинсы? Это, извините, путь к ЛГБТ. Тетка, видимо, очень далека от истории одежды. Согласно ее утверждениям, получается, что все офицеры русской армии 1812 года были ЛГБТшниками. Ну, вспомните все Средневековье. Это кольцони, шоссы, бре. Вот шоссы вообще одевали только мокрыми для того, чтобы они нализали на ноги. А гульщик, гульщик, это ж какой ужас. Ну, я уже не говорю действительно про всякие ритузы и лосины. Серьезный удар по скрепам. Ведь война с Наполеоном проигрывает только дедам и Невскому. К тому же, даже среди нынешних элит иногда побаловать себя обтягивающими джинсиками не редкость. Посмотрите на того же главу Сбербанка Германа Грефа. Ну, явно не свободный крой штанин. Я согласен. Но не только джаз и стиляги стали фатальными для СССР. Вот считай, пятеро вход, рубь гардероб, пятнашка Генки, 25 водили, одни убытки. Большую страну, по мнению Володин, разрушил еще и кинематограф. А вы поглядите, с чего началось разрушение Советского Союза. Еще во времена ЦК ПСС. В 89-м году вышел фильм «Интердевочка». Все рук плескали, очереди в кинотеатрах, секретари ЦК ходили, смотрели. Итог? Страны не стало. Вот оно что. Оказывается, узкие джинсы «Джаз» и «Интердевочка» похоронили Советский Союз, а не провальная плановая экономика, гонка вооружений, цены на нефть и война в Афганистане. Тут с Бастрыкиным сложно не согласиться. Все государственная дура. В конце концов, чтобы не ходить вокруг да около и не придумывать каждый раз поводы, парламент недофедерации решил одним скопом запретить всякое инакомыслие. Сегодня речь идет о запрете деструктивной информации в целом. Эти понятия заложены в указе в 809-м президента. Мы сегодня работаем над этой законодательной инициативой о запрете деструктивной идеологии в целом. И так на болотах осмелились табуировать все западное. Все европейские ценности чужды, так сказать, русскому человеку. И мы, можно даже сказать, приветствуем такую инициативу, поскольку она оголит московскую сущность. «Ведь Россия все равно, как бы она, не кривлялась рабыня западной культуры и науки. И это рабство – это единственное, что у нее вообще есть. Своего нет ничего. Когда-то царь Петр одел этот ошейник на грязную волосатую шею полупещерного московита. Но, как выяснилось, этот ошейник до сих пор трет и очень-очень мешает». И это трение уже проявляется в самых жестких формах. Это биография режиссера Паула Пазолини. Называется «Умереть за идеи». Он был открытым геем, и, собственно, они реально замазали все куски с упоминанием об этом. При том, что книга и так 18+. Думаем, что это только начало. Скоро они книги непатриотического духа сжигать начнут. Дежавю какое-то, ей-богу. Студенты, профессоры, члены СА и СС уничтожили на костре книги неарийского духа. Тогда нацисты сожгли около 20 тысяч произведений. 20 тысяч творим. Помните, как в «Гости из будущего»? «Алиса, а что там в будущем? Скажи, мы полетим на Марс?» Нет, вы будете давить гусей, дохнуть за пачку пельменей и молиться на полоумного деда, который попытается забрать как можно больше своего народонаселения с собой в могилу. «Враг на нас бросает! Танки Бундесвера, Брегли и Пантеры, Абрамсы к нам прут! Но мы всех положим! Мы в победу верим!» «Мы с детства мечтали в атаку идти!» Такое оно. Нет, не будущее, а тухлое, болотное, настоящее. «Мы в танки играли! Еще в детском саде!» Мы искренне благодарны каждому, кто поддерживает команды гражданской обороны и антизомби в противостоянии кремлевской пропаганде. Список спонсоров и патронов этой недели вы видите на экране. Вместе мы сила, друзья! Все будет Украина! Продолжение следует... Продолжение следует...